Химок, Арам Петросян из Бронницы и резервный судья Игорь Баранов из Красноярска. Ну и Сергей Анохин инспектор. Матч Чернов, футболист, принадлежащий московскому ЦСКА. В три полузащитника. Восьмой номер. Справа, двадцать восьмой номер. В центре обороны Антон Кушнерчук, семидесятый. Ну и вот теперь он прозвучал. Команды начинают матч. Новосибирскую команду. Ну а в атаке Енисей, прострелы, приходится вступать в игру Ильи. Состоялось. И вновь чехарда. Мяч переходит от одной команды к другой. Андреев входит в штрафную. Можно делать передачу куда-то в центр. Решил пробить поворотом и спасает свою команду. А парень старается больше двигаться. Да, и вот смотри, повтор эпизода. Очень похож. Попытка набрать скорость со стороны восьмого номера. Владимир Команды. Гультиев наносил удар. Забыли его в районе одиннадцатиметровой отметки. Отцепился он от кого-то из футболистов. Видел ни титров, ни футболистов. Ну и вот прозвучал стартовый свисток. Давай тогда. Прозвучается атака. Здесь есть Беляев, но пас идет не на него, на Коржунова. И тот не открывает счет матча. Как он это сделал? Я думаю, что мы даже после повтора не поймем. Ну вот, кстати, у меня есть подозрение, что здесь положение вне игры было у Артема Коржунова. Короткий здесь. Но нет. Все-таки удар следует. Едва не забеуживать Трунину. Но выуживать он его, может, и хотел, но не успевал. И вот на подачу угловых. Один из них был очень опасен. Боя смотрит. Подача на ближнюю штангу. Здорово попытался пяткой пробить. Малаян. И гол. И гол забивает капитан команды. Енисей. Тридцать третий номер. Илья Гутяев. Давайте смотреть на повторе. Но я все же отмечу в первую очередь и Артура Малаяна, который пытался красиво пяткой... Давайте смотреть. Вот он. Подача. Играет пяткой. Малаян. Там Чичерин. Простреливал. Выбежал. Илья Трунин за этим мячом. Был отыгран. И спокойненько капитан Енисея. Ну вот тут уже промахнуться было нельзя. Енисей выходит вперед. В общем, целая череда. Да, ошибок. Андреев ходит в штрафную. Падает и пенальти назначается. Ничего себе. Мы еще не успели закончить наше резюме этого гола. Состоится ответный мяч. На ровном месте абсолютно Сибирь получает... Нет, ну вот на это встать героем матча. Нет, не получается. Забивает Сибирь ответный мяч. Один-один. Здесь за плечо потянул защитник Енисея, игрока Сибирь. И развернул его, потерял он равновесие. Попасть уже в одну четвертую финала. Совершенно верно. Где знакомим еще раз с составами играющих команд. Но после вот этой вот атаки передача на Малаяна. И 2-1 делает счет Артур Малаян. 40 секунд потребовалось 38-го номеру Енисея. Вот так вот сейчас, наверное, некоторые болеющие. Ну и давайте смотреть, как так получилось. Здорово пролетел Владимир Камеш по левому флангу. Отмечали мы, что он не очень активен был именно в игре. И великолепная передача на угол в Ротанский и в Касарить. Фатулаев подача в штрафную туда в направлении Малаяна. Тот выигрывает воздух. Скидка Симакин попадает в защитника. И еще раз попадает в защитника. И Рожков бьет. И здесь уже здорово. В итоге по-прежнему авторы... Он является соавтором очень важного мяча. Вот это в штрафной шанс. Удары 2-2. Ошибка Никиты Чернова, по-моему, в этом эпизоде. Ну и здорово. Вот, смотрите, здесь идет подача. Ставит корпус он Гультяева. Потом ошибается Чернов. Прилетает мимо. Обыгрывает Чечерина, Вотинов. Ну и какой-то Максим Месси в этом эпизоде. Вотина. Здравствуйте. Прекрасно сыграть. Разыграли футболисты Сибири. Овсепиан. Передача на Вотинова. Удары 3-2. Ничего себе. И я думаю, что Олег Ланин сейчас услышит очень много о себе плохих слов от Андрея Тихона. Мяча он забивает в этот дополнительный первый тайм. Здесь он переигрывает Опарина. То ли противоход получилось у него пробить. Но, в общем, не сумел построиться. На матче сейчас впереди Овсепиан. Нет. Овсепиан, Овсепиан. Здорово. Да, Овсепиан. В ходе штрафную бьет. Отбивает этот мяч Опарин. Бил, мы бы увидели еще один супергол, наверное. Согласен. Ну и здорово пробил Овсепиан все-таки. Сейчас попробуют футболисты Енисея. Хорошая передача на Рожкова. Прострел. И не забивает в этом Артура Малаяна. Здесь следует передача на Рожкова. Здорово. Он в касании переводит пяч дальше. И право. Если здесь не будет удара, время-то идет. Овсепиан не попадает в дальний угол. Хотя по картинке...